И снова всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, пятая серия моего геймплейного сериала. Не удалось мне стрим вам сделать, приходится вот такими небольшими сериями всё заливать. Пока я там занимался предыдущими сериями, по идее, я вот сейчас говорю, уже первая серия должна появиться, вы её смотрите, я подумал над ситуацией в игре. Во-первых, я играю как в пятой циве, что не совсем верно. Вот смотрите, у нас Перикл, да? Какие у него особенности? У него уникальный район, Акрополь, и плюс 5% культуры от союзников городов-государств. Так, блин, значит, мне надо играть через культуру конкретно, то есть везде Акрополи построить в любом случае, в этих Акрополях здания на культуру строить, и плюс ещё через города-государства, то есть максимизировать отдачу от городов-государств. Кроме того, давайте глянем ещё, что конкретно Акрополь, ну, чем он лучше, чем театральная площадь, потому что Акрополь заменяет театральную площадь. В чём плюс Акрополя? Плюс одну культуру от каждого соседнего чуда, плюс одна культура от каждого соседнего района, и плюс одна культура от каждого соседнего города. Производительность горожан плюс две культуры, ну, это когда сажаешь жителя в этот, и прибыль от торговли, плюс одна пища и плюс одна культура. Открывает вот эти постройки. А в чём отличие от театральной площади? Я вот не очень понимаю. Плюс одно очко. Вот тут какой-то... Вот как назад? Почему нету кнопки назад вернуться? Бэкспейс работает? Нифига не работает. В пятой цивилопедии есть кнопка вернуться назад. Ну ладно, видимо, просто на Акрополь сжать. Чудо, район, центр города. А театральная площадь? Чудо и район. А, то есть плюс культура от центра города. У нас Акрополь лишнюю даёт. Ну и стоит дешевле Акрополь. То есть я видел, что он строится довольно быстро. Вот базовая стоимость 30 производства. Это у Акрополя, а у театральной площади 60. Да, в два раза дешевле Акрополь. Вот. И делать упор на засоюзивание городов-государств. Вот на это и надо делать упор. А можно, мне кажется... То есть религия вообще забить. Нафига мне религия? Хотя я уже её как бы сделал. Ну что, буду распространять, конечно. Кампусы, то есть наука. Я же через культуру тоже могу много чего открывать. Вот и Ереван, кстати. Кстати, кстати. Под влиянием двух цивилизаций. Двух неизвестных игроков. То есть тут ещё какие-то цивы находятся. И что он хочет? Какое задание? Обратить в свою веру город-государство. Интересно, именно этот город-государство или вообще любой? Город-государство. Но он религиозный. Мне бы ещё культурных... То есть мне в первую очередь вот нанмадол. Конечно, крут. Потому что, видите, он даёт плюс две культуры от театральной площади, а потом ещё две культуры от театральных площадей. У меня уже сейчас 50... Почти 58 культур и вход идёт. Ну, по-моему, круто. По-моему, я крут в этом плане. Так. Тут надо бояться Рима. Я его осуждаю там за всякие дела. Так, надо находить другие цивилизации. О! Ну, красивый язык. Мне понравилось. Большая честь. Давай отменяемся информацией о столицах. Видите, я сразу уже его столицу увидел. И давайте отправим делегацию. До свидос. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ещё троих я не встретил. Ещё троих надо встретить. Так, пергам. Распространить религию. Всё, вот тут иудаизм уже есть. Вот видите, я тут библиотеку строю зачем-то. Хотя надо делать упор сейчас на культуру. Я сейчас всё везде буду в культурные здания. А, ну ещё. Вот обратите внимание, что все... Все районы сами по себе не дают ничего. То есть они начинают давать, когда в них хоть что-то построишь. Вот просто построенный район, это вообще абсолютно ничего. Он даже клетку заменяет. И, то есть, сюда даже невозможно человека посадить. Я так понимаю, что надо... Тут такая тактика, что надо как можно быстрее всё-таки эти районы строить. И тогда у тебя больше есть возможности построить здания. Так, ну что тут иудаизм. Что у нас, кстати, с религией? Это надо смотреть вот тут. И религия. Греция. Видите, не видно, сколько конкретно городов. Просто сколько цивилизаций обращено. Буддизм в Японии, католицизм, протестантизм в Норвегии. Они пока ко мне ничего не распространяют. Слава богу. Конго только что приняло странную делегацию. Ну, мою делегацию, естественно. Харальд Суровый закончил строительство Великой Библиотеки. Кстати, вот тут уже, в этой игре, Великая Библиотека не настолько крутое чудо. И его очень много условий, во-первых, требуется для его строительства выполнить. Не знаю, по-моему, красивый немецкий язык. Мне нравится. Грюсгод тебе, Фридрих. Большая честь с тобой познакомиться. Кёльн. Так, так, так. Отправим в делегацию. Покеда. Так, значит. Я в Эфесе что построил? Ну, блин, ну не Галера тут была, не Галера. Вот что я строил тут? Он почему-то в городах показывает предыдущее. Не последнее, а вот что-то перед этим строилось. Очень странно. Гавань. Ну вот нам надо флотоводца тоже найти. О, круто. Хочу гавань построить. Хотя я только что говорил, что я хочу строить культурные эти. Начинаю с гавани. Так что давайте-ка мы сначала Акрополь. А, нет подходящего места. На самом деле, наверное, не хватает граждан, мне так кажется, а не места. Просто я начал вот это уже строить гавань, и... Мне теперь не хватает количества граждан для строительства гавани. Так, для строительства Акрополя. Так. А как посмотрят на распространение моей религии Англия и Рим? Вот, слушайте, тут начинается какая-то движуха от Рима. С армией. Он еще меня не очень любит. Блин. С армией. Че это она? Хочет 4 золота и 3 вход за право прохода? Ну давайте. И поведу к ней миссионера. В Манчестер. Так, а второго... Врадос. Так. Не нравятся мне эти... Юниты. Да. Объявил мне войну все-таки Рим. Ну, это, конечно, не та армия. О, вот Испания осудила недостойные действия Рима. Так, ну давайте подговаривать. Англию, как минимум. Почему не могу? Ага, то есть, когда уже война объявлена, видимо, я не могу это предлагать. Блин, надо было... Заранее... Ну как, совместная война? То есть, мы бы одновременно объявили войну Риму. А мне кажется, нельзя объявлять войну Риму. Ну, пускай он мне объявляет войну, мы тут повоюем. Пускай нападает. Сейчас гравить мне тут будет. Гаденыш. Так, давайте сделаем. Что-то как-то дороги не особо работают, по-моему. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще две цивилизации где-то. Конго. Ну вот тут кто должен быть, мне так кажется. Что надо сюда бежать. Нафеку что он мачий жахат. Газрахат и раса угол тугну варзан. Фалакады сагамбалда. Вот дима балам он за штамм. Ну вот и скифы. Вот и скифы. Обменяться информация о столицах. Ереван. Скифы. Ну, тут еще кто-то должен. Но это, видите, явно вот внутреннее море у нас тут получилось. Внутреннее море. Отправляем делегацию. Так. В спарте недостаточно жилья. Нан Мадол объявил войну Трояну. Так. В Афинах мы построили... Для кампуса все построено. Священное место. Центр коммерции мне рекомендуют. Но я начну, наверное, с амфитеатра. Вот так. Амфитеатр. Ну, постепенно уже начинаю как-то более-менее понимать, что тут делать. Значительно продвинулись к Институту Реформации. Круто. Ну, что, разграбит он мне чай, интересно, или нет? Науки совсем мало. Гавань. Коммерческий район. Ну, просто надо больше мне караванов, чтобы... Ладно, ты на колеснице, на гоплита пошел, которого бонус против колесниц. А вот тут, конечно, копейщиком на дуболомов логично. О, лошади прескать. Тут явно он науку получит с разграбления чая. Золотая чаша, золотая. Все мы под мастерье в ремесле, где никто никогда не становится мастером. Так, мастерская и промышленная зона. Я так понимаю, что в мастерскую можно... Да, требуется промышленная зона, только в промышленных зонах можно встать. И в заключении несколько слов о божественном праве и королевской власти. Рассуждать о том, что... Поменяем... Во-первых, поменяем на монархию, пожалуй. Все города с районом получают плюс одно удовольствие, 15 бонусных. А вот тут 20% бонусных очки влияет. В чем я говорю, что мне надо больше влияния на города-государства. Так, утверждаю смену. Заодно технологию замки быстрее открыл. Так, давайте мы все это уберем. Во-первых, первый посол отправлены вот это возьмем и вот это. То есть оба зелененьких возьмем. Дальше. Что мы возьмем к военным? Плюс 100% производства юнитов от кавалерии. Нафиг надо. Плюс одно удовольство в городах с гарнизоном. Сейчас я подумаю. Плюс 100% производства оборонительных зданий. Плюс 6 к обороноспособности города. И плюс 5 к длиннобойной атаке города. Возможно. Плюс 30% производства при создании военного лагеря и здания в этом районе. Вот это возьмем. Мародерство дает вдвое больше дохода. Пока не буду. Содержание юнитов уменьшается на 1 золото за заход на каждый юнит. Смотрите, а у меня уже содержание на города пошли. То есть на что-то все-таки тратится содержание в городах. Может это содержание районов? Надо глянуть. Потому что за здание я пока не видел. Может просто пропустил. Плюс 3 от договоров. Плюс 3 для Виктории. А, я плачу Виктории 3 золота. Юнитов ближнего боя. Вот это, пожалуй, возьму. И Либо оборонительных зданий надо брать. Либо плюс 100 для создания юнитов кавалерии. Наверное, все-таки для оборонительных зданий возьму. Так. И желтенькое. Каждый город получает одну культуру. За каждый построен в нем специализированный район. Да. Ни поселенцев, ни рабочих не надо. Плюс культура. И могу еще одну сюда. Ну, я великие очки ученых там коплю. Давайте вот все-таки копить. Подтверждаем политический курс. Сколько мне, кстати, там осталось до ученого? Блин, многовато. Так. Сколько у меня теперь влияния? 8,4 очка влияния. И сразу два посла я получу. А, ну да. Потому что я перешел. Видите, новое новое правительство раньше по одному послу давало. А теперь будет два посла. Потом, когда демократия, фашист, макомистика, будет еще по три посла. Прикольно. Так. В Афинах лимит жилья. В Афинах уже можно не расти. Так. Давайте здесь еще на культуру сделаем. и на веру. Вот так. То есть фокус на производство, культуру и веру. Во как. Так. Следующее исследование. Пикинеры. Военная тактика. Ну, как раз, у меня гоплики в них апнутся, да? И следующий социальный институт. Открыть дерево социальных институтов. Ага, вот наемники ускорены. Через феодализм. Ну, феодализм, а потом наемники. Вот так. Круто, круто, круто. Так, пошли дальше. Ну, что, у меня 33, у него 28. Потому что у меня плюс 10 против кавалерии. Дам я тебя разграбить, мой. Блин, надо было подойти, хотя я и так подхожу потихоньку. Так. Пойдем этим гоплитам тоже. Это все мои гоплиты? А, вот еще сидит. Пойдем около Анция пошебуршим. Так, так, так. Следующий ход. О, отлично. Скифия иностранную диверацию Германия. Германия приняла Конго. Ну, они там у себя тихонечко чем-то занимаются. Ну, в общем, у меня тут внутреннее море. Моя галера все выяснила. У меня тут внутреннее море. Так, у кого тут ап? Либо забирается на ответственную ультёсу, либо плюс 10 к боевой мощи при обороне от дальнобойных атак. Давайте черепаху возьмем. Этот пускай лечится. Не знаю, на Анции идти или лучше сюда на помощь. Ребятам. 37. У этого 39. А почему 39? У него плюс 6 за идеальное место. Может подождать уже открытие военной тактики? Апнем в копейщиков все. А сможете ли вы угадать, благодаря кому появилось это видео? Да-да-да, традиционно 2GIS. Эта компания выпускает не только одноименный справочник и карты городов, которые работают даже офлайн, но и поддерживает мой канал о стратегических играх. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2GIS, если быть точным. Пропустим ход. Я лучше следующим ходом распространю в Манчестер, а то она будет кричать, что вот, у тебя там юниты стоят. Убери их немедленно. Истеричка английская. Ну, каре уже. Ого, это кто уже? Легион у него, да? Ну, вот, легион это... Легион это плохо. Кстати, все... Так, он хочет красители, и он даст мне за это лошадь. А мне вот, например, лошадь не нужна. Вот что мы сделаем, если мне лошадь не нужна, а нужна куча золота, типа, апать копейщиков. Как тебе вот такой вариант? Нифига себе. Хорошо, а 130, если... О, норм. Да на здоровье, чувак. Обращайся. Всегда готов помочь. До свидания. Скоро к вам прибудет моя торговая делегация с грузом в Фуфу. С радостью приветствуем. Фуфу? Хорошо не с этим, как его, не с Дурианом. Хотя это другая. Наша сокровищница ломится от золота. Нужно вложить его во что-нибудь. Усилим мы армию, не волнуйся, усилим. Ожидай. Так, это вот границы скифских каких-то городов, по-моему. О, видите, у меня построился коммерческий центр и увеличились торговые пути. Вот теперь как увеличиваются торговые пути. Это, кстати, круто. Это круто. Собственно, тут давайте и построим сразу торговца. Лимит жилья. Так. Производство. Культура. О, можно миссионера купить. Так, сначала давайте попробуем... Основать... Религию в английском городе. Ну, я не основал, но давление какое-то идет. Включим линзу на религию. К сожалению, вот не показывает. О, вот тут, смотрите, давление... Буддизма идет. Хм. Так, что построилось в Пергаме? Мне интересно знать. Ну, мы построим Акрополь. Что у нас тут строится? Еще двух жителей я вполне могу прокормить, поэтому... Давайте сделаем на еду. Нет, давайте тогда вот так. Еда, производство и культура. Пять ходов до роста. Отлично. Поменяем их местами. Все-таки копейщик получше будет против легиона стоять. Ага, вот рядом и другой гоплиц заработал. Еще два хода до пикинеров, будем нападать. Ладно. Вот, смотрите, строится амфитеатр, да? Давайте посмотрим, что будет следующим ходом написано, что построилось в Афинах. Отступает. Отступает. Бежит. Подлый римлянин. Блин, двадцать урона нанес. Испания объявила войну Англии. Почему? Мы нашли способ повысить продуктивность ферм. Для этого нужно строить по две фермы рядом с обрабатываемой земли. Отлично. Стремя продвинулась. По мере развития теодализма совершенствовался железный доспех. Пока, наконец, воин не стал похож на броненосца. Плюс пятьдесят производства при подготовке юнитов ближнего и дальнего боя средневековья и эпохи Возрождения. А это как раз средневековье. Новые строители на два... Короче, поменяем. Поменяем. Вот так. Плюс пятьдесят. Слушайте, смотрите, она заменила. Было плюс пятьдесят... Помните, была карточка плюс пятьдесят процентов в античности и в древнем время? Теперь ее нету. Зато вот есть карточка... Ну, как бы логично. Почему... Нафига мне строить юниты той эпохи, правильно? Все, подтверждаем курс. Так, где мне еще две нации искать? Наверное, надо дальше идти. Так, и еще один торговый путь появился. Я где-то еще один коммерческий район достроил. В Аргасе, что ли? Нет, не в Аргасе. А тут я библиотеку... Наверное, закончил. Так, во-первых, древние стены. А, это в Афинах. Вот смотрите. Это в Афинах было написано, что я закончил библиотеку. Хотя я в прошлом ходу вам говорил, что должно быть написано, что я закончу амфитеатр. Ну, написано... Тогда, знаете что, в Афинах я хочу не... Стоп. В Афинах я хочу не стены, а военный лагерь. И его я хочу... Ну да, наверное, вот тут построить. Так, видите, там между собой развлекаются. Центр коммерции завершен. Рынок. Плюс одну очку великого торговца вход. Амфитеатр. Промышленная зона. Но, знаете, ни одного чуда еще не построено. Давайте торговцы. Так, этот стоит в защите. Ждем возможности на следующий ход апнуть в пикинеров. Блин, как-то сурово эти легионы бьются. Так, пойдем-ка туда. Следующий ход. Япония расширяется, основывая город Нагойю. Я не возражаю. Стратегия требует размышления. Так, вот вам пикинеры. Что мы исследуем дальше? Замки, средневековые стены. Требуются древние стены. Чтобы строить средневековые стены, требуются древние стены. Альгамбра, чудо света. Так, ладно. А с тремя что? Рыцари. О! Мощная и тяжелая кавалерия средневековая. Требуется железо. У меня железа нет. Такая печалька. Анна, давайте обработку железа откроем. Может, кто-нибудь мне даст его. Петру уже кто-то построил. Филипп. Так, ну и сколько стоит апгрейд у нас? 140 золота. Ну, по идее, должен всех апнуть. Готово. Готово. Ну и этого апну. Вот этому уже не хватает. И у меня минус пошел по золоту. Печалька, печалька. Ну, сейчас мы двух торговцев построим и отправим куда-нибудь торговые пути. Кстати. Мои пути к моим городам. Доступные пути. Вот почему-то в доступных путях нифига не пишется. Я не знаю, почему. То есть, только когда... Когда я планирую уже запускать... Куда это тут идти? Бегут. Ребята. Давай пошел на чай. Так, ну коню тому, наверное, гамовер сейчас будет. Хочется верить. Ну, быть наемником. Да мы просто идем туда, где есть проблемы и деньги. Так, разграбление мародерства дает вдвое больше. Нафиг надо. Скидка 50% на все улучшения юнитов. О, блин. Надо было дождаться открытия этого и потом апать в пикинеры. Торговая конфедерация. Плюс одна культура и науки от международных торговых путей. Но я не буду пока отправлять, так что... Ничего из этого не беру. Два рынка. Уничтожьте врага при помощи... Ну, короче, надо уже морскую традицию открывать, я так думаю. Четыре торговых пути. Этих я сейчас создам, четыре торговых пути. О, отправьте посла. Так. Так, так, так. Во-первых, в Торонто. Или, подождите, или лучше отправить в какой-то город, где ум... Ну, чтобы сразу двух получить, типа. Что Преслов дает? Он военный. Производство при соединительстве юнитов. Ваша легкая и тяжелая кавалерия? Не, не очень интересно. А в Ереван апостолы могут выбирать вид повышения. Пока у меня с апостолами ничего не происходит. И Ерусалим. Сразу становится вашим священным. Вот давайте сюда отправим. Пожалуй, будет тут мою религию распространять. Сюзерян Норвегии. Хотя, блин, тут в Норвегии, наверное, уже шесть. Да. Нафиг надо. Обращение в Веру Ереван хочет создать Акрополь хочет Преслов. Ну вот, кстати, я скоро создам Акрополь в каком-нибудь из городов, да? Поэтому отправляем в Преслов. Так, сажаем в город. Этого сажаем в Акрополь. Да, этот получает бонус. Нет, уже не получает. Так как это уже не гоплиты, то бонус они не получают за нахождение рядом друг друга. Так, стой, лечись. Стой пока. Пойдем тут дырочку заткнем. Костромская. Какие-то толстые. Какие-то названия городов у скифов. Так, мне бы... Мне бы... Право прохода. 44 золота хочет. Не. Ну, нет. Нет, жалко. Мне жалко. Мне жалко денег. Буду честен. Так, ну... Заканчиваю этот ход. И, видимо, на этом серию эту закончу пока. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что вам интересно посмотреть, что нового. Так, делегация Америки в скифе приехала. Ага, значит, мы еще американца не встретили. Где-то еще американец рядом со скифами. Господь сотворил всех нас из железа. Должен быть. А потом прибавил жар. Все. Делаю сейв. Продолжение в следующей серии. Пользуйтесь два гиса и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий. Тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досверли до конца. Удачи и играйте в умные игры.